Всем большой привет и добро пожаловать на мой канал! Рада вас приветствовать в своем новом видео! Сегодня у нас с вами будет перезагрузка. Буду разбирать ящики и мыть на кухне. Также повседневные дела, стирка, планирование. Поэтому если вам интересно, то обязательно продолжайте смотреть. И начинаю я свою уборку с кухни. Мне нужно привести в порядок несколько выдвижных ящиков здесь. Как вы можете заметить, они на самом деле требуют уборки. И первый ящик это где хранятся у нас столовые приборы. Здесь у меня бамбуковый разделитель из Икеи. Я уже достала все содержимое. Сейчас ящик помою. Ну и дальше буду уже аккуратно раскладывать и возвращать все на свои места. Для уборки я использую чистящее средство для кухни от Биомио. Не имеет никакого запаха. И вот приобрела его и с удовольствием пользуюсь. Мне оно нравится. Кадром уже я смыла чистящее средство. Сейчас все протираю насухо бумажным полотенцем и буду раскладывать уже столовые приборы. В большой секции у меня хранятся кухонные аксессуары, молоточек, чтобы отбивать мясо, ложка для мороженого, открывашка, овощи чистки. Ну такого плана. То, что должно быть под рукой и использую чаще всего. В этом выдвижном ящике храню те приспособления кухонные, кухонные принадлежности, которые использую чаще всего. То, что требуется время от времени, у меня хранится в другом ящике, просто в коробочке в органайзере. Столовые приборы у меня здесь хранятся в двух цветах. Ну и удобно их раскладывать символетом, так как-то они лучше располагаются в ячейках. Также у меня здесь хранятся открывашки. Были вопросы, откуда открывашка у меня такая. Я ей консервы как раз таки открывала несколько видео назад. Это Джозеф Джозеф. Не знаю, продается она до сих пор или нет. Я ее покупала несколько лет назад. Этого производителя у меня овощи чистки очень нравятся. В следующем отсеке у меня хранятся ножи столовые, и которыми я режу небольшого формата. И в специальном отсеке для ножей хранятся уже большие ножи. У меня ножи Тефаль, Тескома и Атитюд. По-моему, так правильно называется производитель. Перехожу к следующему ящику. Здесь хранятся сладости у нас, и также хранится гриль. Специально оформляла недавно доставку продуктов. Ничего не перекладывала, не разбирала, потому что все баночки необходимо помыть. Сам ящик тоже необходимо привести в порядок. Вы видите, сколько здесь крошек, поэтому все достаю. Банки буду перемывать. Ну и ящик тоже протираю от крошек, чтобы был чистый. Кто-то любит убирать все и сразу, делать генеральную уборку во всех ящиках на кухне, доставать все содержимое из всех ящиков, перебирать, сортировать, мыть эти ящики, потом все аккуратно в них раскладывать. Мне такой способ однозначно не подходит, потому что все равно трое детей накладывает определенный отпечаток. Не могу себе позволить выделить несколько часов и заниматься уборкой на кухне. Как правило, это что-то либо между делом, я разберу один-два ящика, либо, допустим, когда у Маши сон, мне нужно какие-то дела поделать. И на домашние дела тоже выделяю время и убираю несколько ящиков таким образом. И в течение недели, в принципе, всю кухню я могу привести в порядок. Сейчас, конечно, снимать видео стало еще сложнее, потому что у детей, мне кажется, вот такой возраст от года до двух, даже, может быть, чуть постарше, самые-самые требующие внимания. Мне повезло, у меня Машуля была, в принципе, относительно спокойным ребенком до года, поэтому нас не беспокоили ни колики, зубы у нас стали прорезываться достаточно поздно, поэтому была возможность, она могла спокойно и поиграться, и полежать, что-то делать, снимать видео. Сейчас, конечно, за ней нужен только глаз-да-глаз, потому что умелки появились, способности, навыки появились, понимания еще нет, поэтому только глаз-да-глаз смотреть, то мы на стул лезем, то еще куда-то, то там у нас есть игрушка такая, каталка-машинка, то на нее встаем, поэтому сложновато сейчас все это совмещать. За нашими разговорами перемыла я все баночки, теперь их вытираю сначала полотенцем, потом насухо бумажным полотенцем, и буду уже наполнять их содержимым. Сейчас мы будем распаковывать вот такой потрясающий набор первокладий, классника Лео. И у нас как раз идет первый класс, и ей прям не терпится посмотреть, что же там внутри. Ну что, давай распаковывать? Давай! Красивая? Да, маленькая. Внутри у нас вот такие веселые подложки для творчества. Вот еще у нас тут такие вырезалки, да, мам? Аппликации. Да, аппликации. Но это набор цветного картона. Достала пока все для творчества, значит, здесь бумага для рисования. Дальше у нас альбом для рисования, набор белого картона, набор цветного картона и набор цветной бумаги. Тетрадки разные, в линейку и в клеточку. А также обложки для тетрадок и учебников. Тут еще вот такие вот краски есть. Ой, такие яркие, кисточки. Мне очень они понравились. И тут идет с ними такая вот, вот такие деревянные линейки. Краски, карандаши, пластилин. Вот, кстати, ножницы еще. Клей-кисточка, а это клей-карандаш. Это клей-карандаши в виде машинки. София здесь уже все разложила, чтобы показать. Мы пока ничего трогать не будем, потому что возьмем школу с собой, да? Вот. Но мы пользовались. У нас были краски, цветные карандаши, пластилин. Например, пластилин яркие цвета, легко смешивать, очень мягкий, и удобно из него делать разные поделки. Да, дочь? Да, еще с ним идет ножик стека. Стека, да. Дальше вот такие вот карандаши, базовые, здесь шесть цветов. Они мягкие, при этом грифель очень такой прочный, легко точится. Классный. Акварель медовая, хорошая у нее пигментация, тоже классно ей рисовать. Есть стаканчик, гуашь, кисточки, Софии очень понравились. Потом вот такая папочка, ножницы, классная точилка в форме машинки, клей. Особенно розовая. Особенно розовая, да, это самое главное. Наборы ручек, здесь и синие, и красное, и черное, и зеленое, две синих. Простые карандаши, ластик, линейки, тетрадки. Дальше у нас что? Обложки, как я вам сказала, ну и разные бумаги, картон. А еще у нас есть промокод на скидку. Гурьянова 10, он дает скидку в 10% при заказе в интернет-магазине Леонардо на продукцию Лео. Возвращаемся к делам на кухне. Хочу вам посоветовать вот такой хрустящий крекер от Вкус Вилл, если вы не пробовали. Очень вкусное, очень вкусное печенье. Я заказала несколько пачек, вот одну пачку перекладываю в баночку, а остальное беру про запас. Две или три упаковки я заказала. У нас вообще улетает, и дети очень любят, но и во вкус Вилл вроде бы хорошие составы. Дальше выкладываю пряники. Я люблю пряники по-царски. Кстати, вот тот из вас. Есть любители тоже пряников, мне они очень нравятся. Покупаю либо в спаре, либо в мяснов. Кстати, баночки у меня, большие баночки, это Икея, а вот маленькие баночки, в которые я сейчас пересыпала, крекер рыбки, это Simuland. Заказывал на Simuland. Субтитры сделал DimaTorzok Теперь возвращаю все на свои места. Наконец-то у нас чисто и аккуратно. То, честно, даже вот в этот ящик просто противно было заглядывать, какой там был беспорядок и сколько там было ссоры и мусора. Еще сейчас сюда верну гриль. Гриль у меня от Redmond, но пользуюсь, признаюсь честно, я им не часто, потому что у нас есть на улице большой гриль, и если уж готовим, то мы чаще всего это делаем именно там. Я имею в виду, готовим на гриле. А так, неплохой гриль Redmond, ему уже, наверное, несколько лет, хороший. До обеда мне еще дали немного времени, поэтому я сейчас разберу вот этот ящик, где хранятся детские там завтраки, машина какие-то перекусы, и мне нужно будет почистить ящик, где у нас мусорное ведро. Все достаю по такому же принципу, собираю ссор, мою, и потом уже аккуратно все раскладываю. Баночки у меня здесь чистые, поэтому я их мыть не буду, совсем недавно только наполняла. У нас там сухой завтрак, это шоколадные шарики с маршмеллоу и гранола с шоколадными каплями, очень вкусные. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Возвращаю все на свои места. Так, у нас здесь сухой завтрак. Дальше возвращаю бутылочки, которые дети берут с собой на тренировки, когда идем куда-то гулять в школу. Здесь еще хранится несколько баночек детского питания готового. Рассказывала вам, что беру такие баночки, допустим, когда с Машей куда-то едем, идем гулять, но в последнее время она вообще отказывается от такого питания. Вот осталось у нас несколько баночек. То есть она ест только домашнюю еду, и это вообще не признает. Ну и также вот тут запасы сухих завтраков. Положила Маши на печенье, флюоральпин. Ну, я думаю, все наглядно, все понятно. И мне сейчас остается привести в порядок вот этот ящик. Как раз Маши выкинула мусор, и я решила помыть, потому что тоже, тоже требует внимания. Давно я это не делала. Маши на печенье, и яйцо штуки. И я кстати понимаю, я не делаю мне все в pilуке, и я так Cobain и уберу её. Берем пока жiyeя. Добавил с моя вууууууууууууу equitableм offs pragват sieна. сегодня у меня еще и тренировка занимаясь как обычно на своей любимой платформе fit stars огромнейшее разнообразие тренировок разные программы замечательные тренеры которые во время тренировки обязательно вам подскажут как правильно выполнять то или иное упражнение на что стоит обратить внимание чтобы не допускать ошибки кстати знаю что многие из вас тоже занимается на fit stars делитесь вашими любимыми тренировками и программами также на платформе есть и курсы и рецепты в общем много всего и все то что нужно нам для стройного красивого и подтянутого тела я кстати занимаюсь по тарифу доступ навсегда вам его советую а по моему промо-коду цена выходит очень выгодный по промокоду гурьянова у вас будет скидка в 70 процентов и как обычно fit stars проводит интересные акции за выполненные тренировки получаете сертификаты номиналом до 5000 рублей умные весы пикок и свое дерево в лесу fit stars ссылку на платформу fit stars а также мой промо-код ищите в описании под видео сейчас после обеда буду приводить стол в порядок нужно протереть его потереть пол под столом убрать игрушки разбросанные пока у маши тихий час она спит лёша пошел с не гулять на улицу я дома навожу порядок такая ежедневная уборка ежедневная рутина протираю стол нужно также протереть машинки на стол потому что но пока мы едим она сама активно в этом участвует ей нужно давать или ложку или детскую вилочку она пытается кушать соответственно что-то у нас помимо сыпется поэтому и под столом и стульчики все нужно протирать либо пылесошу либо просто шваброй протираю пол но и также пока тихий час я раскладываю игрушки по своим местам но потом машулька проснется будет уже наводить свои порядки очень нравится ей кстати катать куколок в коляске которые мы ей дарили на годик я думала что ну возможно еще рановато такой подарок но нет вот прям с удовольствием она катает пупсиков понимает все там сосочку выткнет бутылочку даст покушать в общем молодец ну и ну и и и и и столовой в гостиной у нас в принципе порядок я сейчас только протру пол быстро ну и все никаких крошек ничего не будет не нравится мне я хожу разутая всегда не очень люблю тапочки вот хотя старалась себя как-то приучает но все равно привычка видимо меня я люблю ходить разутой вот и дети у меня разутые бегают и муж ходит разутой не люблю когда что-то прилипает к ногам поэтому быстро протираю пол ну и все чистота порядок у нас а а а а а а а и и так как посудомоечная машина я уже запустила поэтому то что посуда осталось и как который нельзя мыть посудомоечной машине я помыла руками сейчас буду наполнять солонку и перечницу салонку засыпаю на мельницу крупную морскую соль когда оформляла заказ не было розовые соли крупные поэтому взяла обычную а 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 и а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пока у Маши тихий час, мы тут с Лизой вспоминаем школьную программу, забыла она как решать сложные уравнения, повторяем правила. Разбираем задачки, потихоньку вспоминаем, чтобы прийти уже в школу, не в процессе все вспоминать, а сразу включиться в процесс обучения. Готовлю осеннюю одежду, курточки, пальто для детей. Вот сейчас пальто примерили Софики, я его постирала, все хорошо, и будет как раз таки в нем ходить в школу, возвращая его уже сразу в шкаф, потому что у нас похолодало. Ну, в общем, я думаю, возможно, скоро оно вообще нам пригодится. И сегодня постирала детские курточки, осенние-осенние, освежила их перед сезоном, как раз они у меня высохнут, сейчас на улице повешу, сниму постельное белье детское, которое уже выстирала. Ну, и вот, я думаю, до вечера они высохнут, и уже все померяем, как нам, если что-то мало будет, то беру на хранение, если как раз, то повешу в шкаф, поставлю галочку, что эта одежда у нас есть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вчера, когда гуляли, заезжала в Золотое Яблоко, купила себе кое-что, сейчас вам покажу. Маски для лица от Darling, мне нравятся гидрогелевые маски, взяла вот, что было в наличии, а такие взяла. Нравятся они мне больше, чем тканевые маски, но если нет, то пользуюсь я и тканевыми масками. Повторила, уже не знаю в который раз, вот такой скраб для тела от Elemis, очень мне нравится. Я наношу его, самое главное, не на влажную кожу, а практически на сухую, тогда он отлично скрабирует, и взяла себе вот такой гель для душа. Ну и прежде чем относить все в ванную комнату, нужно вот эти антикрашки снять, потому что они мне очень-очень не нравятся. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и все, на сегодня буду свое видео заканчивать, огромнейшее спасибо, что провели это время вместе со мной. Обязательно подписывайтесь на мое сообщество ВКонтакте, я там выкладываю свои видео, подписывайтесь на мой телеграм-канал, ссылочку оставлю для вас в описании под видео. Ну а мы с вами увидимся совсем скоро, всем пока-пока, я сейчас планирую меню на предстоящую неделю, и мне только остается поменять постельное белье, но я это уже сделаю ближе к вечеру. Надеюсь, в любом случае я вас вдохновила, и мы увидимся с вами совсем скоро. Еще раз всем пока-пока.